разговаривал с одним таким успешным предпринимателем который он такой твердо стоит на ногах и он подходит без слушай я не знаю мне сейчас ничего не нужно я не могу разобраться со своей женой он как не счастлив деньги не интересует ничего вот все под просто встала и только думаю только не а выяснилось что он как-то дал руководить жене какой-то отдельный бизнес и она стала вдруг там начала зарабатывать случайно или специально не важно но она стала зарабатывать деньги и стала думать что это бизнес ее хотя он ей как бы его выстроил и она почувствовала свою значимость в семье она перестала обращать на него внимание перестал слушать она объединилась своей мамой и типа ты нам как бы не важно что ли и короче женщины стали дружить против него одного она с мамой стала дружить против него это так смешно с одной стороны он вроде им все дал с другой стороны все равно они как-то вот не очень сильно неблагодарны отнеслись к нему и он ведь я не знаю что с ней делать ее отпустить или не отпускать я ее люблю да и вот он такой как цветочек в проруби болтается не поймет что делать и влияние психоэмоциональное состояние человека мужчины очень сильно зависит от женщины жена наверное это единственный человек в мире который мог знает как влиять и куда надавить она может нам давить через детей она может надавить через секс она может надавить через свою маму она может надавить через его маму она может через его сестру надавить да то есть таким образом человек расшатывается и перестает зарабатывать вот так если абстрагироваться то можно понять что она сделает все чтобы он упал чтобы он забыл свой бизнес сядет и она будет круче него и она отомстит за своего отца и отомстит за себя Потому что мама там одинокая и обидно на папу есть, она это транслирует все сюда. То есть до определенного момента она терпела, наверное, с ее пониманием унижение. То сейчас я это терпеть не буду, когда я сильная. Поэтому очень опасно. С точки зрения эзотерики, если она твоя, ее нужно отпустить, она вернется. Но с другой стороны страшно. У мужчины есть еще второй путь. Он может ее обескровить, забрать бизнес, перекрыть все финансовые. И держать ее потом в страхе нищеты. Но где в этом любовь? Как вы думаете, каким путем лучше пойти? Через отпускание, любовь и проработку, но у нее на это уйдет от 1 до 5 лет? Или взять ее, обескроить, обесточить, и зато она будет сразу с тобой? Но, скорее всего, она будет не сильно счастливая. Каким путем пошли бы вы? Или какой путь выбрала бы ты, или выбрал бы ты? Напиши в комментариях.